так пробуем опять привет вижу что уже кто-то онлайн привет привет не на привет привет всем сейчас придет Нина Нину я знаю давно привет привет иногда получается иногда не получается я уже сказала в первом видео да кусочки что мы с тобой сегодня поговорим о масках ты вообще представишься расскажешь немножко кто ты есть и твое мнение о масках я говорю вот сейчас я найду себе масочку я говорю что эти маски они интереснее чем те которые нам принципе нужно будет носить да по моему да уж это точно вот но я в любом случае даже может быть хотела сегодня показать несколько вариантов модных масок я подготовилась потому что естественно ну как бы раз уж такая тема пошла нужно ее использовать самой лучшей стороны я считаю ну да может быть ты предложишь какую-нибудь со стразами потому что вот девчонки в женском клубе каморга я не знаю видела ты или нет девчонки пишут что ну некоторые хотят носить некоторые вообще никак не хотят и разные мнения да и говорят если мне ну не нужно ну если бы они не заставляли то я бы не носила ну у каждого свое мнение а я такая подумала сразу мне такая масочка знаешь такими стразами я думаю может такое вот что-нибудь вот стиль на найти да конечно когда ты видела как я написала как вот из из носков делать да вот кто вообще не хочет не читала еще нет носки не читала тоже очень интересно да некоторые новые а некоторые можно не новые наоборот чтобы хорошо так чтобы за башком что бодрилась относится знаешь к этому да поэтому а и просто надрезаешь делаешь такие надрезы да и ты можешь вот так вот за уши это самое это для тех кто вообще никак не хочет вкладываться вообще никак вот как раз да у меня сегодня варианты как раз для тех кто не хочет вкладываться я кстати уже не дожидаясь понедельника но мне же уже хочется начала это все дело применять как-то именно как модный красивый аксессуар и вот прям давай может быть ну минут немножечко там пять подождем можно вот подтянется и я прям вот даже заготовила покажу несколько платочков шарфиков еще там каких-то причиндалов да чтобы прямо вот из подручных средств показать как можно красивые маски сделать так чтобы ты в образ тоже интересно здорово вписывать я надеюсь мы потом сделаем запись если что запись будет твои шедевры остались да я надеюсь что запись будет если техника нас не подведет но вроде как мы разобрались поэтому я надеюсь что все таки все останется да давайте для начала представлюсь наверное меня зовут мина беркман я стилист работаю в этой специальности уже шесть лет у меня своя студия в гамбурге до сегодняшнего момента ну вот до недавнего прошлого я делала упор на живые мероприятия проводила очень много семинаров встреч сейчас связи с ситуацией мы не отчаиваемся переходим просто формат онлайн и тоже там также прекрасно себя чувствуем снимаем видео и продолжаем творить в общем то да и вот это как это не приказ государства а закон закон который вышел земле гамбург земле нидерзаксом где живу с понедельника что все обязаны носить маски но я это тоже рассматриваю просто как такой новый шанс дополнить свой гардероб новыми аксессуарами почему бы и да кстати ты знаешь других землях по другому или это по всей германии вот так с понедельника нужно носить я знаю что каждая земля принимала решение сам нос как бы сама но насколько я знаю уже все земли приняли решение по моему бремен только вот вчера еще была информация что бремен не решил вот и по моему еще кто-то ну вот наши все северные земли точно точно решили уже с понедельника входит ну как бы это значит надо да надо растерялся все слова да ну я на самом деле даже считаю что это хорошо потому что на мой взгляд это даст нам больше возможность вернуться в нормальную жизнь больше выходить опять же больше проводить времени друг другом и где-то я думаю что социальная жизнь сейчас тоже начнет как-то все больше и больше опять будет появляться разрешение и может быть там рестораны и всякие прочие заведения я надеюсь я надеюсь открытыми да но это в конце концов просто необходимо даже для нашей экономики поэтому тут как бы такое дело но с другой стороны вот мне кажется что действительно с масками можно очень здорово бороться со состранением вируса это действительно хороший инструмент кто-то говорит что они ничего не дают кто-то там опять же против ну те кто против они есть всегда те кто за тоже есть всегда но я вот считаю что это действительно хорошо с той точки зрения что бороться с вирусом это поможет но и вернуться нам к социальной жизни, это тоже поможет. То есть это такой хороший шанс, потому что у меня, правда, у меня были мысли, когда начали опять открываться магазины и так далее, у меня промелькнула такая вот мысль, что не будет ли вот зря этот месяц изоляции, если сейчас, не дай бог, опять будет увеличиваться количество зараженных, то вообще, что нас ждет дальше и так далее. А вот это вот сейчас мероприятие, что этот закон, что мы обязаны носить маски, я считаю, это вообще вот прям даже очень хорошо. Ну просто видишь, они говорят, что их нужно стирать и менять, да? Я просто не знаю, кто их будет менять раз в два часа. То есть одноразовое нужно, в принципе, выбрасывать, да? А где можно стирать? То есть надо хотя бы иметь, ну сколько, как ты считаешь, 4-5-6 масок или как на, ну, чтобы их стирать, потом менять? Я, честно говоря, не знаю, ничего вот не могу сказать, но это, наверное, да, это вот, наверное, как трусы. Кому-то нужно там, не знаю, 7 трусов, кому-то 50, а кто-то двумя входит сюда как-то. Тут вот тоже такая же, наверное, история. Каждый лучше может решать за тебя. Маску под пьет кусок, да? Да, конечно, то есть тут, смотря в зависимости, да, там варианты всяких масок для двоих тоже наверняка имеют право на существование. Или бикини, ты видела эту, да, эту вот? Да, да, да. Да, бикини. Трикини, да. Трикини, да? Трикини, да. Теперь у нас в моду входит. Так, ну вот я сегодня только получила информацию, что вот такие вот обычные совершенно медицинские маски, которые, в общем-то, по сути являются одноразовыми, я еще, правда, не пробовала, поэтому сейчас информацию просто выдаю, вот что пришло, то и даю дальше, что их можно, оказывается, стирать, кипятить там при температуре, ну, в общем, ну, в кипятке, в общем, споласкивать, держать, и они после этого, вроде как новые, даже не расползаются, ничего с ними не случается, поэтому, ну, вот просто, да, как бы, такой вариант тоже, наверное, имеет право на существование. То есть, ну, я думаю, что с масками сейчас все равно каждый будет обходиться так же, в общем-то, как он обходится со своим нижним бельем, да, и вообще с гигиеной тела собственной, то есть кто, как, кто во что горастет, действительно, каждый. А у тебя фавориты есть вообще? А у тебя фавориты есть в масках? Какие ты хочешь или будешь больше носить, чем другие? Я буду носить, в принципе, только там, где это необходимо, да, то есть там, где это предписано, то есть в магазинах, там, в общественных местах, в транспорте и так далее. На улице пока мне не сказали носить, я не буду носить, потому что, ну, это мне мешает, она мне мешает, это действительно неудобно дышать свежим воздухом, поэтому на улице я не вижу смысла. Внутри, да. Две маски ты тоже не будешь сюда? Да, потом сюда, да? Я маски не буду. Я, да, я как раз сегодня мне один человек, ну, один мой знакомый рассказал, который рассказал мне, что их можно стирать, он же мне рассказал много, говорит, возможно, что когда ты их постираешь, вот эти невидимые, как бы, волокна и дырочки, невидимые между волокнами, они станут больше, и тогда вирус может сквозь них пролезть. Мне почему-то стало очень смешно, я думала, блин, а ты видел, да, как вирус там может пролезть вообще, через какие волокна. Ну, понятно, естественно, тут просто каждый, опять же, делает так, как ему комфортно. Если человеку комфортно в противогазе, пускай одевать противогаз идет так. Главное, чтобы вот человек себя хорошо чувствовал. Это вот ровно то же самое, как с одеждой, я говорю. Одевайтесь так, чтобы вам было в этом хорошо, комфортно, удобно. Тут, наверное, ровно то, что самое стоит. Если они верят, что поможет, то вера, как говорится, помогает. Пусть тогда и делают. Некоторые же дома носили, да, истории есть такие, что они и дома носили, да. То есть почему бы и нет, если вам помогают. Да-да. И опять же, ну вот как, у всех же к этому вирусу абсолютно разные отношения. То есть кто-то реально прям боится заболеть. Он реально болится, что к нему этот коронавирус пролезет какими-то окольными путями и заползет через маску. А кто-то боится за своих родителей, например. А кто-то не хочет быть самым источником распространения инфекции, да. Поэтому тут тоже смотрю, у кого какие мотивы, наверное. Вот у меня, честно говоря, мотив такой, что я не хочу стать разносчиком инфекции. Ну вот это вот, наверное, самое главное. Ну да, ты ходишь. Поэтому если я заболею, если, ну да, если я заболею, я буду сидеть просто дома, в маске, без маски. Я думаю, это абсолютно никому не важно. А заразиться вот сама, я не боюсь совершенно. Вот абсолютно. То есть вот от слова совсем. А потому что даже если, то я прекрасно понимаю, что это у здоровых людей происходит практически бессимптомно. Единственное, что бы вот, опасность для меня в том, что завалить бессимптомно и продолжать находиться среди людей. Да, то есть вот это вот как бы единственное. Да, потому что ты можешь и не заметить. Да, ты можешь и не почувствовать вообще. Да, у меня просто тоже слышала разные истории. И одна из них, ну вот действительно знакомый, которого я знаю, его друг был на лыжном курорте, да, ну вот в Австрии. Приехал домой, и он заболел, да, то есть он привёз вирус с собой. Он остался дома, жене и ребёнку вообще ничего. Вот он неделю, две недели. Да, конечно, да. Вообще ничего. А у него там только какой-то чуть-чуть кашель, там два дня и всё. И закончилось этим всём. Хотя сказали, что вот этот вирус, да, он привёз. А у других по-другому. То есть вообще никак не знаешь, да? Конечно, да. Вот поэтому привет всем, кто присоединился. Наташа присоединилась. Привет. Очень рада тебя видеть. Здорово. Ну, давай тогда, может быть, если ты не против, покажем прям. Да, покажи. Как же тут вообще можно креативить. Ну, и, во-первых, из чего можно делать маски, из чего угодно. Ну, что значит делать? Даже не делать, а вязать, повязывать их, да? Потому что я тоже, честно скажу, совершенно не рукодельница и не умею делать руками ничего. Начиная от готовки и заканчивая шитьём, то есть это, да, вообще не ко мне. Но вот навязать что-нибудь такое я могу попробовать. Поэтому я приготовила просто вот такой обычный шёлковый платок квадратный. Я не вижу, насколько это видно, что он квадратный. Он, конечно, может быть любым, да? Раз. И шёлковый обычный шар. Лёгкий, да? Потому что, естественно, если мы будем вязать тёплые шарфы, нам просто будет жарко, погода уже началась хорошая. То есть мы складываем платок, ну, вот так вот пополам, да? Повязываем. То есть таким треугольником, да? Да. Повязываем его, располагаем правильно. И вот здесь вот можем вот так сделать. Сейчас покажу. Вот так вот сзади на шею там завязать, да? Да. Получается вот такой вот Такая масочка, да? Он хорошо держится, не спадает? Вот. Слушай, у меня он очень хорошо держится на счёт серёжек. У меня крупные серёжки, сейчас я покажу. У меня крупные серёжки. Да, 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 да. И действительно, вот эта масочка, я уже сегодня в ней ходила, она классно держится за счёт серёжек. Слушай, классная идея. Но! Нет столько плотков, штук 30. Маленьких, да? Вот, конечно, конечно. И больших, и маленьких. Ну, естественно, мы подбираем плоток в зависимости от того, во что мы надеты. То есть у меня реально получился, у меня получился очень красивый образ. Я вот сейчас хочу, кстати, закончить эфир и отфоткать то, что у меня получилось, прямо вот с образами, с одеждой и так далее. Это очень классная идея. Очень классная идея. Потому что это прямо вот сейчас нужно делать. Прямо вот сейчас, да? Потому что людям в понедельник нужно уже ходить, да? Да, совершенно верно. Дальше. Кто не носит... Да. Если человек не носит крупные серьги, да, или там не держится, не нравится и так далее, тогда есть ещё такой вариант крепления. Берём обычную маску. Да, у кого какая. Надеваем. Вообще, вот обычную маску. У меня ещё вот такая вот есть, совсем тоненькая. Ну, это я просто вот для примера, да, показать, у кого какие есть. Берём тот же самый платочек и вот так вот заправляем его вот так вот туда внутрь, понимаете, да? Вот за резиночку и за верхнюю вот эту часть. Сейчас, сначала имеется целого завязать, потому что он достаточно тяжёлый. Вот. Накинули. Заправили. А потом заправить, да? Можно побольше заправить, да, но чтобы оно действительно держалось хорошо. И тоже вот так это будет держаться. Да? Тоже вот как вариант. Конечно, если мы возьмём более лёгкий шарфик, вот совсем такой, он будет держаться ещё лучше, естественно, потому что платок шёлковый, он достаточно тяжёлый. А, вау. Это такой шифоновый, да? Да, да. А платочек вообще шифоновый, вот этот шарфик, то же самое ровно делаем, и он будет держаться вообще ещё лучше намного. Ага. Можно взять многоразовую маску, да, ну, в общем, какую вы возьмёте маску, неважно. То есть как классно подходит к своему этому гольфику. Да, вот я специально, я специально, да, долго думала, что же мне такого надеть, чтобы хотя бы чуть-чуть, да, было видно. То есть, ну, вот я считаю, классно. Ещё одна идея, идея не моя, у подружки подсмотрела. Она взяла у сына очень прикольный снуд, лёгкий такой снуд, да, ну, такая труба, да, которую надеваешь, если что, на голову. С классным таким прям черепом нарисованным на ним. И она тоже надевает вот такую масочку обычную, да. Сверху вот этот снуд, оно держится, оно смотрится шикарно. Тоже вот как вариант, у кого есть снуды лёгкие, да, можно у детей опять же взять. Смотрится здорово. Ну, очень, очень классно. Эта идея с платками, мне просто интересно, вот сейчас, ну, тепло, да, вот сегодня там сколько, 23 градуса, по-моему. Ладно, мы зашли в магазин, вышли, то есть надел, меня интересует, вот мне важно, чтобы это быстро всё было, и, как это, эргономично, да, надел, присел, снял, да, вот такое вот, чтобы не долго заморачиваться. Хотя иногда, может быть, нужно заморочиться, чтобы было как-то покрасивее, да? Ну, конечно, да. Ну, тепло, наверное, жарко. Как ты вот думаешь, какие ткани лучше брать, чтобы не, ну, не жарко? Да, лучше всего, конечно, брать натуральные ткани. Шёлк тоже, ну, шёлк классно, но всё-таки, наверное, вот не такой тяжёлый большой платок, да, как у меня. Если шёлковый шарфик будет более тонкий, он просто будет тогда намного более приятно лежать. Хлопок тоже здорово будет. Конечно, вот именно на тот случай, я думаю, что хлопок, уверена, что хлопок и держаться лучше будет. Потому что шёлк и шифон, это всё-таки такой материал, который скользит немножко, да, его нужно там более, более тщательно заворачивать. Что ещё хотела показать? Вот просто сегодня я вспомнила свою поездку в Эмираты, что я несколько лет назад была в Эмиратах, и привезла себе оттуда сувенир, который до сих пор висел в шкафу. А тут я понимаю, что я могу его использовать. Это вообще делается, это вообще делается вот так. Так, сейчас я просто, да, ну, будучи в мусульманской стране, я надела на себя, честно говоря, вот это полное обмундирование и кайфанула от этого. И решила в качестве сувенира взять под собой. Ну, вот сюда можно тоже добавить парочку завязочек. Тогда получится. Практически ниндзя. Такая вот прикольная, прикольная масочка. Где-то ты можешь с этим выйти, да, посмотреть. Ну, по-моему, оно тоже жадкое, да, или нет? Нет, нет. Это, кстати, шелк очень легкий, очень приятный материал. Тело прям вообще здорово. Ну, я, конечно, не буду ее носить. Зачем пугать? Это так, да. Не надо, наверное, да. Это чисто поржать. Или вот если действительно есть рукодельница, ну, что, ну, делать нечего. Просто вот квадратный платочек вот такой вот вырезаете, пришиваете две завязочки, ну, четыре, да, получается. Две наверху, две внизу. И вот так вот ее завязываете раз и завязываете два. Все. А это что за платок? Или это вот это вот и есть? С эмиратов? Это именно, это вот именно с эмиратов, но она подразумевается, да, вот именно так, полностью вот так вот закрытая. Здесь, конечно, все тоже идет. Полное. Слушай, ну, очень прикольно, да, вообще. Вот, да, то есть, в принципе, большого ума не надо. Вот я даже сейчас посмотрела и поняла, что это даже я, наверное, на оси, просто вот квадрат ткани, да, и пришить к нему четыре завязочки и все. Да, главное, чтобы хорошее было качество. Ну, можно взять действительно какой-то менее, менее броский, яркий цвет, да, бежевый, спокойно там коричневый, шоколадный, да, какой-то такой там персиковый оттенок. И он, в принципе, будет ко всему подходить, ко всей одежде и защищать функцию. То есть ты считаешь, как стилист, нужно использовать, можно использовать это как элемент стиля, да, то есть почему бы нет, если нам все равно нужно носить, отказаться мы не можем, если мы живем в этой системе и хотим, как говорится, под, да, как говорится, мы часть системы, то можно уже использовать это так, чтобы было красивее и как-то, ну, чтобы цвета подходили, да. Конечно, да, совершенно верно. Да, вот я сегодня, надеюсь, все-таки выложу пост с фотографиями, да, я считаю, вот у меня прям удался комплект. Сегодня я выходила в светлом платье, в трикотажном, да, и вот на фоне платья вот этот платок смотрелся прям вообще очень здорово. И это правда, у меня сложилось впечатление. Люди смотрят? Ну, люди смотрят, ну, люди смотрят, да. Ну, в принципе, вот я сегодня заметила, что сегодня было намного больше людей в масках на улице. Да, обычно как бы, ну, вот все равно вот до того, как вышел этот закон, было мало, сравнительно мало, сегодня больше, прям заметно. Ну, потому что, если нам не скажешь, да, то мы не делаем. А сейчас, я думаю, люди уже начинают, как бы, входить в этот ритм и вообще попробовать, как это так вообще, да, вот носить маску. Я думаю, смотри, те, кто на машине, да, ездят, им, как бы, в машине ты же не будешь носить. А те, которые, конечно, метро, им нужно перемещаться, им нужно немножко дольше времени в этой маске. Поэтому им нужно подумать, конечно, немножко, ну, с практичной точки зрения. И, может быть, взять одну, две, даже три, там, с собой, да, если вдруг, ну, не знаю, что-то там не получится, или как, можно будет сменить. Знаешь, как мужчины, которые, ну, и даже женщины, вот, в офис, они ездят, у некоторых висят, ну, прям рубашки, да, вот, как ты, помнишь, советовала на семинарах тоже, да, брать с собой какой-то на случай, если вдруг, там, капнешь или что, да, там, пошла на обед с коллегами. Ну, сейчас, в принципе, тоже не очень такой частый случай, да, некуда пойти. Ну, зато теперь вот можно взять с собой запасную маску. Нет, вообще, я считаю, что, ну, как бы, если эта ситуация есть, если она уже сложилась, то, ну, почему бы не сделать из неё самое лучшее для себя. И раз уж мы должны носить маски, ну, то пускай эта маска нравится. Вот она должна нравиться, она должна вызывать позитивные эмоции. Поэтому я считаю, вот, правда, нужно сделать её, ну, как бы, вот себе её скреативить таким образом, чтобы от неё прям вот вау, чтобы хотелось прям её одеть. Вот я, честное слово, говорю, я надела сегодня вот таким образом, повязала платок, и я сама от себя кайфовала. Мне почему-то кажется, что вот сегодня именно образы, красиво простроенные образы с интересными масками, это прям вот то, что нужно. Вы не только себе этим будете настроение поднимать, но и окружающие. Вот, и не обязательно это должно быть прям вот всё продумано, там, с точки зрения цвета, стерестики, принта и так далее. Нет, даже просто весёлая какая-то маска с мордочкой каким-то, со смайликами, я не знаю, с чем же самым черепом, но это же прикольно. Или вот такая. Да-да-да, это вообще круто. Но, к сожалению, да, я не могу надеть такую в магазин. Да-да, с масками ещё, конечно, надо поработать. Я вообще ещё не... Скажи, а вот для детей, вот ты сейчас сказала, весёленькие какие-то, а для детей вот какие-то такие игрушечные, ну, в смысле игрушечные, какие-то тоже платочки можно, да, придумать? Я вообще считаю, что вот особенно для детей ребёнок должен выбирать себе маску сам. Он должен сам сказать, что ему нравится, ему должно нравиться, потому что, ну, дети, опять же, разные. Кому-то нравятся цветочки, а кому-то нравятся черепочки, да, даже девочки. Ну, мальчики, девочки. Вот, поэтому девочки тоже. Вот моя девочка, её розовыми цветочками уже давно не заманивши принцессами. Ей там вот именно, да, больше там черепочками и покемончиками, да. Поэтому вот у каждого своё. Я считаю, что как раз вот тоже это классная тема. Понятно, что дети будут скорее... Ну, многие дети будут сопротивляться, потому что это действительно неудобно, это мешает и так далее. Но вот тут, наверное, вот искусство заинтересовать, именно помочь, инвестировать, да, вот это время пока эту маску совместными усилиями как-то украсить. Не обязательно её самой шить, но можно действительно как-то её раскрасить именно так, как это понравится ребёнку. Заинтересовать. Пускай он сделает сам. И аргументировать. Ну, вот на мою, по крайней мере, действуют аргументы. Вот взрослые же ходят. Вот смотри, да, вот как взрослые, да, чего. Здорово, классно, давай тоже как взрослые. Кстати, я ещё нахожу, вот сейчас с приходом лета, что очень круто смотрятся вот эти вот маски. Я не знаю, у меня даже вот не поворачивается язык вот эту конструкцию назвать маской. Да, настолько это мне вообще вот кажется классно, красиво. А какая-то марка. Вот как-то защита, да. Платок марка. Я его покупала на ebay. Это чистый шёлк. Я помню, я его очень долго... Чистый шёлк. Я его очень долго ловила. Я должна посмотреть. Это итальянская марка, Лоренцо, что-то вот... Красивый, как утринт, да? Это вот этот... Да, да, да. Вот это вечный, да-да, огурец, поясни. Я его очень давно покупала, очень. С тех пор я его и в пояс заправляла, и на сумку наматывала. И как я его только не носила, и вот теперь... И теперь так, да? То есть, ну, вообще, совершенно классно, здорово. Слушай, интересно, можно смотреть, если ты взяла платок, значит, наверх, да, как маску, а потом на сумку тоже что-нибудь навесить, да? Ну, чтобы какое-то... Тоже можно, да, использовать? Конечно, да. Или это будет слишком? Нет, очень здорово, кстати, можно так сделать, да. Да. Будет классно. Ну, можно даже, наверное, я думаю, что никто не обидится, если это будут абсолютно даже одинаковые платки. Хотя, в общем-то, ну, мы знаем, да, что мы не всегда стараемся подчеркнуть, повторить, да, что-то в образе. Но, в принципе, сейчас, я думаю, что это будет тоже очень здорово смотреться. А если это будет, например, вот здесь у нас будет платок какой-то с принтом наверху, а на сумочке будет просто там вот цветовая деталировка, например, там вот голубой цвет взят или темно-синий, да, однотонный, то это вообще прям будет вау. Это все на фоне какого-то бежевого или шоколадного оттенка. То есть, в принципе, это такие же самые, как правило, как если бы у нас был просто, этот шар-шарль, да, или платок. Конечно, да, конечно. Просто немножко подтянул наверх, да, потом немножко... Ну. Да, вот что еще хотела сказать. Очень здорово. Это конструкция, это вот красивая защита, да, давайте назовем это так. Смотрится с темными очками. Вот я, к сожалению, не приготовила, вот не сообразила приготовить тоже рядом темные очки. Но вот представляете, да, сейчас на лето, это, ну, тоже смотрится прямо вау. Вообще, да. Здорово. То есть, правда, можно очень классно креативить. Ну, так что, может, так что давай делай мастер-класс, да, какой-то... Да, кстати, хорошая идея. Там, двучасовой или тричасовой, и прямо, ты знаешь, даже такая идея, может быть, в зуме, даже пусть люди пробуют, пусть они что-то подготовят, принесут свои платки, да, и можно прямо даже вот тренироваться и наматывать себя, потом делать фотки. В общем, ну... Да, отличная идея, отличная идея, да. Спасибо. Очень, кстати, да, классно. Да-да-да. Ну, очень актуально. Ну, я считаю, что вот такие вещи, они действительно очень здорово поднимают настроение. Когда ты не относишься к этому, вот, опять, я через еще на что-то они там придумали, я должна носить, мне это неудобно, меня бесит все, да. Ну, вот зачем погружаться в эти негативные эмоции, когда можно это все перевернуть и рассмотреть... Называется техника рефрейминг, да? Мы ищем позитив в негативе, да? То есть если мы не можем изменить ситуацию, а это такой случай, что мы не можем, мы можем, конечно, сказать, я не хочу этого делать, да, как адвокат Бана, на которую психушку сидит. Но можно сказать, мы не хотим, тогда нам нужно как бы идти против закона. А зачем? Потому что легче, конечно, как-то переиграть, сделать рефрейминг, сказать, а что положительно? Окей, я могу носить вот такие платки, я могу что-то положительное. И мы надеемся, да, я надеюсь, что это, в принципе, вскоре закончится. Хотя некоторые такие слухи, да, что это будет только в следующем году. Я не знаю, что слышала ты, что только в следующем году мы сможем летать. январь, февраль. Я не знаю, у тебя какие-то поездки запланированы, есть? Да, у нас запланирован отпуск, уже оплаченный в июле. И мы вот с замиранием сердца сейчас, конечно, сидим и ждем новостей, что же будет. Разрешат ли нам полететь на море? А хочется-то, естественно, ужасно, хочется. Штабу чего нельзя, его же хочется в разы больше, поэтому очень-очень вот сейчас тоже ждем. Ну, не знаю, посмотрим. Но я на самом деле считаю, что вот этот закон с масками, он поможет действительно сильно, я так думаю. Поможет нам вернуться в нормальную жизнь, потому что я считаю, мы сейчас все в состоянии пойти на какие-то небольшие неудобства во имя, ну вот сейчас, может, я говорю сейчас с какими-то лозунгами, но во имя общего блага, во имя того, чтобы мы действительно могли вернуться опять в жизнь, нормально работать и нормально опять начать поднимать экономику. Потому что это вот то, что действительно необходимо. Если оно поможет, конечно, да, если оно поможет, безусловно. Но я считаю, что сейчас надо пробовать, в общем-то, все, а это достаточно, ну, такая, логичная мысль, на мой взгляд, действительно носить маски, чтобы таким образом затормозить. Конечно, да, может быть, они не все помогают. Конечно, да, если человек носит маску и тут же ковыряется в носу и дальше идёт что-то делает, то тут ничего не поможет. Но всё-таки, всё равно, я считаю, что это какие-то плоды свои. Будем надеяться. А скажи, что ты ещё планируешь? Вот сейчас какие-то, ну, кроме отпуска в июле, да, до июля ещё время. Какие у тебя планы по поводу твоих семинаров, какие-то онлайн-работы? Как ты сейчас работаешь? Можешь сказать пару слов? Да, я сейчас полностью пытаюсь переводить всё в онлайн-формат. Я сейчас начала развивать YouTube, снимаю много видео, которые в Instagram тоже выкладываю, в женский клуб Гамбурга на Фейсбуке тоже выкладываю много. На немецком языке всё снимаю то же самое, да, то есть у меня получается два канала на русском и на немецком языке. Ну и вот сейчас тоже думаю о создании онлайн-курсов. Правда, в каком виде, в каком формате, я не знаю, но я думаю, что начнём мы, наверное, действительно с мастер-класса по платкам, как это всё сейчас можно здорово носить, потому что тема очень актуальная, классная. Вот, просто, конечно, это всё требует сейчас немножко больше времени. Ну, на самом деле, может быть, оно и хорошо. То есть, ну, я считаю, что оно всё развивается так, как должно развиваться. Если оно так случилось, то вот, как ты правильно, ты сказала с научной точки зрения, обосновала, сказала научными терминами, а я вспомнила анекдот, да, что если изнасилование не как бы не избежать, то надо расслабиться и получить удовольствие. В общем-то, смысл, наверное, тот же самый, да. Вот поэтому как-то вот так в этом направлении стараемся следовать. Единственное, что меня тормозит, и тормозит сильно на данный момент, это, конечно, то, что закрыты школы. Вот это действительно то, потому что родители у нас сейчас выбыли из процесса помощи, естественно. Мы стараемся их, конечно, как можно меньше задействовать и вообще изолировать, потому что это как раз группа риска. Вот там, я считаю, рисковать не нужно вообще, да. Вот. А то есть получается, что, ну, я не могу еще оставить ребенка одну, и при ней, конечно, мне сложно просто вот уделять столько времени работе, сколько хотелось бы. Но я должна сказать, что я чувствую впервые, наверное, вот за достаточно долгое время снова вдохновение. Снова вот этот вот процесс создания чего-то нового. Это здорово, это на самом деле классно. Угу. 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 А у тебя есть такую, пару таких советов для мам? Вот я знаю, что ты с дочкой очень много всего делаешь. Вот может быть, там три самых худших совета, может быть, кто-то не слышал или кто-то вот ищет, потому что я знаю, что многие мамы не знают, что делать с детьми. Вот что-то такое, вот может быть, твоя фишка какая-то. Угу. Ну вот до меня буквально несколько дней назад дошло наконец-то, что не надо стремиться к перфекционизму. Не надо. Успокойся, мамаша. Вот грубо говоря, да. Что когда я начинаю, вот нам задали уроки, а мы не все сделали, а я сейчас должна как бы ее смотивировать, чтобы она доделала, потом я думаю, да, ну не сделай это на эти уроки. Ну вот что про третий класс, да, в общем-то, да, ну ничего вообще абсолютно страшного не произойдет. Или я там вот, окей, я сейчас сижу дома, и я почему-то опять, исходя из этих соображений, решила сама для себя, что раз я сижу дома, а муж мой работает, то я сейчас должна прям все, и убираться, и готовить, и встречать его каждый день там с накрытым обедом. А потом я подумала, а почему я так решила-то? Он меня об этом не просил, да, совершенно, то есть как бы никто, ну не приготовлю я сегодня обед, ну поедим бутерброда, ну что случится? Ничего не случится. И вот меня как-то попустило, отпустило в последние пару дней, я доделала наконец-то там одно видео, вот сейчас доделала второе, то есть, ну вот, надо продержаться, главное, вот в этом, в этом ритме. То есть, действительно, не надо стараться сделать больше, чем вы можете. Отпускать. Побольше, отпускать побольше здорового пофигизма, на самом деле. Вот это, наверное, такой классный. Да, то есть чувство вины, я думаю, да, что ты думаешь, что ты сейчас дома, и вроде как делаешь меньше. Я должна, я должна, я там это, а потом, ну на самом-то деле не должна, и на самом деле вот мамочки, которые сейчас сидят дома с детьми, они делают намного больше, чем раньше, да, вот если раньше была возможность сдать ребенка в садик и пойти на работу даже, то сейчас, находясь дома, я считаю, это намного больше мы всего сейчас вкладываем, и времени, и сил, и всего, потому что мы сейчас все должны как-то делать одновременно. Ну, должны в кавычках, да, ничего мы не должны, мы сами себе это должны навязывать, да, вот, поэтому, ну вот, как-то не надо, да, спокойно. Мы и так, на самом деле, просто все огромные молодцы. Мы сейчас делаем, ну, очень много, мы в совершенно незнакомой для нас ситуации находимся, и тем не менее, все равно как-то функционирует, и общество, и ничего, не рухнуло, хаос не начался, все, в общем-то, функционирует, и во многом благодаря нам, поэтому мы молодцы. В смысле женщины, или мамочки? Да, вообще всем нам, вот, да, вот каждому, наверное, отдельному члену, человеку, да, людям, кто не впадает в панику, кто продолжает действовать, кто идет вперед и как-то вот держит себя и свою семью, и вот, в первую очередь, моральная поддержка. Нашему человечьему роду, да, человеку? Да, 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 да. А вот смотри, вот ты как стилист, я просто вот у меня, да, вопросы, я шумею задавать вопросы, да? А как ты заметила вот на улицах люди, как они сейчас одеваются? Какая-то разницу ты заметила? Вот как они сейчас одеваются и раньше? Да. Да, на мой взгляд, ну, стало людей на улицах намного больше в домашней одежде. Вот это я заметила, да? То есть, ну, понятно, что люди больше выходят. В основном, тот, кто делает хом-офис или не должен каждый день ходить на работу, они, ну, естественно, выходят, чтобы погулять, проветриться и проветрить детей или максимум сходить в магазин. Поэтому, естественно, ну, люди, как бы, вот, чем были дома, в том и выходят на улицу. Но, опять же, тут хорошо, если человек в домашней одежде, я имею в виду домашнюю одежду сейчас вот в плохом ее, плохом ее понимании, да, то есть там растянутые треники, какие-то грязные спортивные костюмы, футболки и так далее. Если человек в этой одежде может собраться, может выполнять работу, может, как бы, держать себя, да, и выполнять те функции, то, ради бога, это круто. Это вообще суперздорово и, по-моему, достойно любого уважения. Просто у меня лично не получается. Я знаю, что если я не встану, не оденусь, не накрашусь, я и ничего не сделаю. Вот, как бы, у меня просто так. То есть это для меня такой огромный, правда, инструмент, особенно сейчас, чтобы собраться. Как-то собрать мысли, собрать себя, сесть и сделать. И намеченный план, намеченному плану своему следовать. Кстати, вот благодаря тебе на последнем нашем прямом эфире ты дала мне совет, ну, и вообще всем совет записывать. Записывать прямо свои дела, которые ты планируешь, и прямо вот четкие, ну, не четкие, но плюс-минус какие-то временные рамки себе ставить. Супер. Буду я хотела прям поделиться, сказать спасибо, классно, вообще помогает. И вот, конечно, не все, что я планирую, я делаю, но все равно я чувствую сдвиг прям конкретно. Для меня это вообще, само собой разумеющееся, да, то есть такой, как бы, совет я слышала. И это не значит, что я сама это делаю, да, вот эта вот фишка, знаешь, некоторые спрашивают, а ты сама как бы делаешь? Потому что говорить я могу много, советую, в моей голове много. Но я сама замечаю, вот я, например, говорю другим, я сама замечаю, говорю, так, подожди, ты же другим говоришь, что надо делать? Давай, садись, записывай. То есть я сама себя тоже дисциплинирую, потому что я знаю, как надо, а тоже не всегда делаю, то есть я себя тоже заставляю. И что интересно, вот что, как бы, помогает еще, если ты что-то из списка не доделала, не получилось, ты просто это переносишь в следующий день, да? То есть потому что некоторые начинают, вот у них чувство вины, они начинают думать, вот я не закончила, я не сделал. Просто мы то, что не закончили, переносим в следующий день, да? И еще хорошее, вот что я, чем пользуюсь, и мне тоже, как бы, не всегда это получается у меня, самое важное, что нужно сделать, всегда в первую очередь делать, да, вот в начале дня, вот то, что можно там по времени, например, да? Вот ты знаешь, что у тебя там, например, три дела, которые тебе, ну, вот прямо надо сделать и все. Такие самые, знаешь, трудные, которые, вот трудно собраться, как надо вот больше собраться, прокрастинируем мы, да? Мы уже их там один, два, три, четыре дня мы их уже не сделали, и уже увеличивается вот это чувство вины, вот это вот давление. Нужно просто их делать с самого начала. То есть делать вот такое прям облегчение. Я вот сколько раз замечаю. И я замечаю, когда я их прям вот отодвигаю, отодвигаю. Я начинаю думать, почему я вот так вот не хочу, да? Вот что это такое? Ну, там разные причины могут быть. Конечно. Если их сделать в самом начале, они просто уходят, и легче, как говорится, на душе и вообще. И как правило, вот я тоже заметила за собой, как правило, я так долго готовлюсь, оттягиваю. Но если ты все-таки сделаешь, оказывается, что это делать вообще очень быстро и просто. Намного проще, чем человек думал, да? Глаза боятся, а руки делают, как говорится. Да, просто голова, знаешь, начинаешь думать, начинаешь вот это вот мысли какие-то. А если научиться просто отключать, да? Есть такие способы отключения внутреннего диалога, потому что включаются очень разные вот эти голоса. И если их, если научиться отключить, а просто делать, просто взял и делал, да? Есть такое понятие декомпозиция. Когда ты знаешь конечный результат, то есть у тебя в голове цель, ты знаешь, к чему ты хочешь прийти. И когда, если мы идем от цели, то есть мы представляем тот образ, который мы хотим получить, и идем шагами назад, тогда намного легче, чем если мы представляем, что ой, такая гора дел, и нам нужно это все сделать. У нас вот это вот сил и такое, знаешь, как нет смелости, нет вот частой энергии у людей, чтобы начать, потому что они знают, что такая куча всего. А если идти уже от цели, сюда, да? То есть уже немножко лечь, потому что ты знаешь, как тебе идти. То есть можно попробовать. Поэтому мы ждем твоего мастер-класса. На какой платформе ты хочешь делать? Я думаю, что на ЦУМе. Я думаю, что на ЦУМе попробую, потому что, ну вот, эта платформа, которая мне очень понравилась, я с ней, кстати, до карантина вообще не была знакома, а тут вот на нескольких конференциях принимала участие, и прям очень понравилась, как работает, можно показывать экран, очень удобно делать запись. То есть я думаю, что на ЦУМе. И я думаю, что с этой платформой уже знакомы действительно практически все. Да-да-да, да. Действительно, я немножко, я тоже не сильно работала с ней, просто как участник часто, да? А вот именно как самой давать, тоже у меня такого опыта нет, нужно тоже немножко настроиться. Так что будем ждать, да? Да. И поставишь в группе, и мы сделаем новые эфиры, я думаю, да, новые темы. Я думаю, да, конечно. Вообще вот эта идея еженедельных эфиров с тобой, она мне очень нравится, потому что, правда, поддерживает, очень классно поддерживает. И вот я говорю то, что я получила от тебя на прошлой неделе совет, я его внедрила, и прям вот классно, довольна очень, да. Вот еще что хотела сказать по поводу этого. Действительно, я поняла просто, что не надо себя ругать за то, что ты какие-то дела не успела сделать, и даже как бы переносить их на следующий день. Конечно, это нужно, и я это делаю, но там же тоже уже свои дела еще запланированы. Надо просто для меня, вот я себе поняла, что надо меньше планировать. Просто, в принципе, меньше планировать себе на день. Вот для меня это тоже было какое-то такое сверхъестественное осознание, которое, в общем-то, сразу понятно, да, и лежит на поверхности. Ну вот мне понадобилось именно время, и твой совет, и потом личная практика, чтобы дошло. Ну, слава богу, дошло. Ну да, если ты заметила, что несколько дней подряд оно не получается, то, конечно, можешь попробовать меньше делать. Или просто какие-то маленькие дела, например, одно большое и несколько маленьких. Да, потому что мы сами себе даем, делаем вот это вот такое давление, да, потому что некоторые люди, они только под давлением работают. Вот это тоже такая фишка. Если у тебя только одно, например, дело будет, или два, то люди расслабляются. То есть тоже и так можно, да? То есть надо посмотреть, как тебе, что тебе больше помогает. Конечно, да-да, тут чисто индивидуально, да. То есть если ты себе, например, 10 дней запланировала, а сделала 8, и ты говоришь себе, класс, я молодец, а другой себе запланировала, например, 3, и успел одно, да? Тут что лучше, да? То есть надо посмотреть, что. Потому что некоторые, знаешь, так вот, прям в карантине, они так вот немножко раскрябались, вот встают позже, пока раскачиваются, никто ж не видит, да? Если ты не вышел вот так лицом в эфир, тебя никто не видит, потому что ты вроде можешь сидеть дома, да? По телефону позвонить. Некоторые люди, они вообще боятся выходить в эфиры. Они боятся, вот им легче по телефону. Они говорят, нет, давай по телефону, например. А некоторым, в принципе, это нормально. То есть и когда ты выходишь в эфир, ну я не говорю даже просто в прямой эфир, а просто там по WhatsApp, по Zoom, по FaceTime, да, по Skype, ты уже как бы должен как-то немножко что-то из себя представлять. Хоть немножко расчесанно, немножко там что-то там себе это самое, да? Хотя бы что-то, какой-то верх более-менее адекватный, да? Потому что я знаю, что ты поставишь. Да-да-да-да, а внизу там, без штанов, извините, да? Да, такие вообще интересные истории, я не знаю, видела это или нет. Там показывали какой-то Zoom, такой колл, какая-то конференция, ну, по-моему, в Америке, да? И один был вообще без одежды. И они ему говорят, Майкл, you are naked, Майкл, you are naked. И все на него. А он такой встал и даже не понял, что он еще, ну, не понял вообще, да? И все смотрят на него, как он голый, да? То есть вообще-то, ну, такие новые какие-то вещи происходят с нами, совершенно новые, которые у нас раньше не было. И тоже нужно с этим как-то справляться, да? Конечно, да, ага. Ну, вот у меня даже живой случай был. И поменяют, да? В любом случае, да. Оля, привет. Да, я тоже уже некоторым это самое, вот Лера, вот Лерочка, видишь? Я, а ты видела, да? Да. Ты видела, кстати, у нее есть этот, своя маска с этими, а я сейчас посмотрю, найду. Я видела, да-да-да-да, с сережками, классная вообще, да. Просто я вообще с масками все никак не разберусь, но надо мне все-таки изделения сделать. Просто знаешь, их когда много, тебе нужно их искать, и пока ты их ищешь, тогда там такие вот лица, вот, например, сейчас. Так, подожди. И непонятно. Вот, смотри. Вау. Кстати. Отлично. Вообще круто. Ну, что? Вот с яркой помадой, с яркой помадой прекрасно. Да-да-да. Ну, просто прикольно, я не помню, они у меня здесь, или у меня... По-моему, там, где я пишу, у меня там ее эти... Наверное, мне сюда ее... Их за это самое... Вообще прикольно, я вчера тоже тренировалась, и такая смотрю, это, в принципе, знаешь, можно даже просто даже не отличить от настоящих этих штучек, да? Конечно. Не, вообще классная идея, вот, чтобы посмотреть, идет, не идет, нравится, не нравится. Я попыталась тоже поиграть с масками и зависла, поэтому я, наверное, сейчас воздержусь от экспериментов. Хорошо. Нина, мы с тобой делаем новый термин, да, мы с тобой встречу, другую назначаем. Зачем, и посмотрим, с какими темами, да, и посмотрим, где. Ты не забудь сохранить видео. В смысле, подожди, я тебя пошлю, и ты сохранишь, да? Нет, ты ничего не посылаешь, ты просто сохраняешь, а я его вижу потом в твоих вот этих сторисах. Потому что я еще не научилась. Все, хорошо, Нина, большое спасибо, и мы ждем новых мастер-классов, новых тех самых. Вообще, вот это классно посмотреть, какие вот эти цвета, да, прям такую, знаешь, линейку такую. Может, какой-то лейбл. Что-то креативить, да-да-да. Все, хорошо, спасибо огромное, было, как всегда, очень классно, информативно. Пока-пока. Давай, пока, Нина, счастливо, пока.